Ну, я буду рассказывать про некоторые путешествия на территорию, на которой ещё довольно мало кто вступал. И оно продолжается, и это совершенно, на мой взгляд, удивительно. Я расскажу сначала, с чего всё это началось. Это началось с того, что до учёбы в Крае и во время учёбы в Крае я работала с людьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития. Сейчас я кратко расскажу, что это значит. Это когда у одного человека сочетается несколько нарушений. То есть это слух, зрение, интеллект, нарушения двигателя сферы. Они могут в разных степенях выражаться, по-разному сочетаться. И при этом важная такая штука, которая очевидно специалистам, но часто не очевидно не специалистам, про то, что эти нарушения, они действуют совместно, и они действуют командой, а не каждой поддельности. И поэтому влияние получается не такое, как у каждого поддельности, если сложить всё вместе. И люди с множественными нарушениями развития часто испытывают трудности в речевом общении. Многим из них требуется альтернативная дополнительная коммуникация. Это разные способы общения, которые дополняют или заменяют устную и письменную речь, когда это необходимо. То есть это и средства коммуникации и способ, чтобы, допустим, чтобы что-нибудь запомнить. Или составить себе список дел. Или коммуникация бывает не только про то, чтобы что-то попросить, но, допустим, чтобы что-то рассказать или о чём-то пошутить. То есть это сразу очень много всего. То есть это такой обходной путь. Если у человека не хватает речи, то эти способы дают возможность достигнуть тех же целей, но обходным путём. И я могу сказать по себе, что альтернативная коммуникация помогает не только тем, у кого есть право выраженные трудности с речью, но ещё и самому, можно сказать, с обычной речью людям, как я. Потому что когда я устаю, мне сложно говорить, и я иногда начинаю говорить жестами. И это понимание, что вообще альтернативная коммуникация, она для всех, а не только для тех, у кого есть выраженные трудности с речью. И я работаю на такой группе, где девять подростков и молодых взрослых общаются между собой при помощи такого языка, языковой программы Макатон. Собственно, это сочетание трёх модальностей. Это звучащая речь, русский язык. Это жест из русского жестового языка. И это картинки-символы. Вот на некоторых изображениях как раз картинки-символы языковой программы Макатон. И это общий язык, который объединяет нашу команду внутри этой группы, которым пользуются не только те, у кого встречают трудности, но и все, кто общается вокруг них и вместе с ними. Ну, если дать человеку просто средство коммуникации, когда у него нет других возможностей для коммуникации, то на самом деле этого недостаточно. Потому что это на самом деле легко понять, потому что даже если человек умеет говорить, то ему всё равно может понадобиться нерративная практика. Вот так же и здесь. То, что использовать средства альтернативной геодополитной коммуникации для того, чтобы конструировать свою идентичность, для того, чтобы становиться автором своей истории, в большей степени автором своей истории, чем ты есть. И так далее. Это требует некоторых специальных практик и навыков, которые не берутся из воздуха. И особенно если человеку трудно дается восприятие окружающего мира, то это тем более сложно взять просто из окружающей среды, и это то, с чем нужно специально работать. И во многом началась эта история с того, что мы занимались развитием представления о себе. То есть вот это вот начало этой работы про своё тело, про то, как ты выглядишь и так далее. И думая о представлениях о себе, мы использовали разные теории дифхотологии, психологии, также использовали собственную интуицию и начали писать истории. На самом деле истории начали писать задолго до моего прихожего. когда в эту область мои коллеги, а я прохватила эту историю и поняла, что необходима какая-то теоретическая база, чтобы этим заниматься как-то более осмысленно. И как же мы писали истории? Ну, в общем-то, это всё то, что мы можем делать с любым человеком, не только с человеком с множественными нарушениями развития. Мы можем задавать вопросы, но в данном случае вопросы будут более простые и короткие. Можно записывать. Причём мы записываем не только для себя, но показываем человеку, что мы записываем, и это становится некоторой опорой, чтобы можно было удержаться в том, как происходит, о чём идёт разговор, и концентрировать внимание. Можно рисовать, о чём мы говорим. Также можно всячески это проигрывать. Вот мы делали мультфильмы и спектакли на столе. То есть вырезали фигурки и таким образом добавляли ещё одну модельность в наш диалог. И через некоторое время я каким-то образом наткнулась на информацию по неративной практике и потом стала смотреть лекции, а потом пошёл в край. И таким образом постепенно неративная практика стала некоторой базой того, что мы делаем в плане рассказывания историй. Сейчас, я не помню, что там дальше. То есть то, что человек конструирует себя при помощи языковых практик и при помощи них же становится в большей степени автором собственной жизни и с автором вместе с другими людьми. Какие особенности этой работы по сравнению с какой-либо другой? Это то, что те, с кем мы работаем, у них есть какой-то совершенно другой опыт, которого нет у нас. и наоборот бывает, что нет какого-то опыта, который для нас очевиден. То есть, я знаю, человек может не знать, что взрослые тоже спят и думает, что спят только дети. У человека может не быть опыта рассказывать что-то длинное, может не быть опыта рассказывать что-то для других людей. Также есть особенность, что постоянно приходится интерпретировать, что тебе говорят, потому что в речи при помощи упрощенных жестов и картинок нет грамматики, и поэтому непонятно, если показали «я дом», то это может быть человек говорит про «мой дом», или «я хочу домой», или еще что-то третье, или что он считает себя домом, и как-то себя сравнивает с ним. Ну вот, специфический опыт в рассказывании и иногда то, что язык развивается, продолжает развиваться очень активно во взрослом возрасте и то, что раньше человек не мог сказать, а потом он сказать может. Да, это история про то, что история может быть не только записана как какие-то предложения, абзацы и так далее, это может быть такая штука, как, например, вот это расписание, которое изучают и обсуждают, и оно является опорой для того, что ну, извините, это про то, что мы в лагере, но потом мы уедем домой, что это не будет длиться вечно, и это то, то есть это про эмоциональную стабильность, про про то, чтобы мочь владеть тем, что с тобой происходит. Вот, еще кусочек видео покажу. Спасибо. И, кроме этого, есть ещё в нашей работе были индивидуальные беседы, в которых как раз можно видеть, как во время разговора я записываю и как, собственно, такой разговор происходит. Спасибо. Если вы видите, это, собственно, запись того, что происходило, они переведены на английский для некоторой англоязычной компании, которая об этом рассказывала, так что не удивляйтесь, что это переведено на английский. И также у нас была групповая работа, потому что для конструирования идентичности как раз очень важен свидетельский отлик. Но тут тоже требуется много помощи, и тут перечислено, какая именно помощь может потребоваться. Это ещё один пример. Перед экраном, чтобы всем было видно, что происходит, девушка рассказывает свою историю. И на этом, наверное, я закончу. Наверное, у меня закончилось время, я не знаю, я забыла поставить. Нет, есть ещё пять минут как раз-таки на вопросе. Тут есть файл с разными материалами про альтернативную репутацию и коммуникацию, которые, если интересно, можно посмотреть. То есть там список, и есть некоторое количество ссылок на то, что есть в интернете. Есть веб-почта, куда можно тоже написать, если хочется. Сейчас я остановлю демонстрацию. И хотела спросить, есть ли какие-то вопросы? Получилось как-то сжато. Можно я спрошу? Слышно меня? Да. Привет. Спасибо, Ириса, за рассказ. Очень я внимательно следила. Для меня очень важная тема пересечения взаимодействия этих двух областей. И я хотела бы спросить тебя, какая за время вот такой сфокусированной работы с такой оптикой была, может быть, самая интересная вещь, какое-то открытие, какая-то штука, о которой ты раньше не думала, она так как-то появилась, проявилась. Спасибо. Сейчас, я секунду подумаю. Ну, за этот год работы, за чуть больше года работы с совмещением нарративной практики и альтернативной дополнительной коммуникации темп, мы каждую неделю собирались перед этим экраном и обсуждали истории друг друга, и люди с множественными нарушениями развития, они стали интересоваться друг другом. И это было совершенно как-то поразительно, как все стали, то есть появился какой-то их собственный дискурс, когда они стали комментировать историю друг друга и больше интересоваться вообще, о чём думают другие участники группы. Это было что-то очень живое, то есть один человек написал историю, другой прокомментировал, третий ещё что-то прокомментировал, этот услышал, и для него было поразительно, что кто-то услышал его историю, и вот этот зарождающийся дискурс – это что-то невероятное. Спасибо.